Если вы не представляете свою жизнь без кофе, я сейчас о хорошем кофе, а не о божественном три в одном, то наверняка задумывались о покупке кофемашины для дома. Еще несколько лет назад такие устройства не особо пользовались популярностью, поэтому встретить их в магазинах бытовой техники было не так-то просто. Но кофе продолжает захватывать мир и бодрить сознание, и как результат мы видим вот такие классные машинки, как это Saeco Incanto HD 8912-09. В этом обзоре я расскажу вам о ее возможностях, о том, что мне понравилось, что не очень, покажу как ею пользоваться и чуть позже мой хороший друг Бористо и ярый борец с растворимым даст совет, как сделать ваши любимые кофейные напитки непревзойденными. Так что не переключайтесь. Похоже Saeco Incanto на… на системный блок. Прикольно, кстати, было бы, чтоб системники могли еще и кофем баловать, айтишники бы просто их боготворили. Хотя они и так это делают. Но да ладно, дарю идею фрактал-дизайн, дарю. Материалы и сборка устройства отличного качества. Здесь есть небольшой экран, оповещающий о всем происходящем. Но не понравилось, что когда готовятся напитки, он запотевает от пара. И что он нам там сообщает, перестает быть ясным. По обе стороны от экрана шесть основных кнопок управления. Разобраться со всем этим не сложно. Немного вникнув, с утра вы сможете готовить себе кофе с закрытыми глазами. Надавливать на них нужно не стесняясь. Еще один момент то, что металлическая подставка для чашек быстро пачкается. На ней остается налет от воды, молока, так что протирать ее придется частенько. Ну и царапины потертости от чашек здесь возникают. Другие вставочки из металла тоже марки, и кстати они запотевают так же как и экран во время приготовления кофе. Так что если вы любите, чтоб все блестело, приготовьтесь натирать протирать, но зато со всем этим машинка смотрится более модно и величественно. Рассчитано Seiko Encanto HD 8912-09 на то, что можно одновременно готовить две чашки кофе. Для воды удобный резервуар, вот так он просто и легко вынимается и погружается назад. Вмещает 1,8 литра. С противоположной стороны спрятан контейнер для кофейных зерен, типа кофемолка простым языком. Она вмещает 250 грамм. Жирного керамический, а значит жженого привкуса у напитка не будет. Тут пять степеней помола. Я их прозвала пять передач и переключаются они вот такой ручкой КПП во время работы кофемолки. Дать определенный совет как лучше молоть не получится, все зависит от самого кофе, поэтому нужно экспериментировать, как вам больше придется по вкусу. Одни зерна могут понравиться вам на пятерке, а другие при помоле на двойке. Все индивидуально. Можно использовать и уже молотый кофе. Засыпается он вот сюда. А на машинке выбирается вот этот режим. Это можно использовать, если вы предпочитаете напиток без кофеина. Также есть пять режимов крепости и насыщенности кофе. Вот такие кофейные зернышки. Круто, что есть капучинатор. Он нагревает и взбивает молоко, делая густую пенку. Я предпочитаю латте или капучино, поэтому для меня это маст-хеф функция. Смотрите, какая крутая пенка выходит. Класс! К тому же у меня ребенок очень любит какао или горячий шоколад, поэтому если я буду себе выбирать кофемашинку, то только с капучинатором, потому что она намного упрощает процесс приготовления подобных напитков. Учтите, что лучше всего взбивать молоко в чашки побольше, иначе есть риск, что оно вскипит и начнет брызгать, а вы обожжетесь и испачкаете все вокруг. Ё-моё! Ааа! Благодаря фильтру Акваклин можно сделать пять тысяч чашек кофе объемом 100 мл без очистки машины от накипи. Мне этого бы лет на пять хватило. Но если вы активно пьете кофе или вся семья пьет, то это два-три года без очистки. Менять фильтр рекомендуется раз в три-четыре месяца, а если его не использовать или, к примеру, вы забыли купить новый, на помощь придет вот такое средство Philips CA6700-00 для удаления накипи. Оно также предотвращает появление коррозии, защищая прибор и продлевая срок его службы. Но от остатков кофе и воды ее придется чистить после каждых пятнадцати чашек. Может быть тогда все-таки три в одном? Но чистится она довольно-таки легко, особенно если использовать специальные таблетки для чистки от кофейного масляного налета и жира. Вот такие Philips CA6704-99. Вот у нас в офисе сейчас машинка-катастрофа, и кто провинился, тот идет чистить эту Авгееву конюшню. А Saeco Incanto в плане чистки просто мечта наших работников. Ну что ж, а теперь, как я обещала, мой друг Алексей покажет и расскажет, как в домашних условиях делать классный кофе. Тут вот есть две кнопочки эспрессо и эспрессо-лунго. В чем разница между ними? Разница в объеме воды. Эспрессо будет более насыщенный по вкусу, эспрессо-лунго будет более бодрячий, больше в нем будет кофеина. И какой мы будем? Первый мы будем делать эспрессо. Хорошо, давай. Просто нажимаем кнопочку. Ну что, давай, снимай пробу. Надо менять помол. На разном помоле кофе варится по-разному. Я хочу, чтобы оно было еще мельче. Уже видно, что лучше варится. Приемлемо. Готовим следующий напиток. Сделаем лунго для того, чтобы увидеть разницу в объеме. Да, ну, учтем, что я с этого стакана чуть-чуть отпил. Но все равно видно, что наливает больше. На вкус. На вкус и цвет товарища нет. Ну, скажем так, поводянистый. Поводянистый. Такой более разбавленный. Ну, и есть любители такого. Ну, теперь сделаем что-то посложнее и испытаем наш капучинатор. Начнем с капучино. С капучино. Наливаем молока примерно. Половинку это 150 мл. А вот это не прикольно. Ох, не себе чего. Я пробовал на многих кофемашинах офисного плана или домашних. И капучинатор совсем не впечатлял. Класс. И готовится сразу в молоко. Два клика. Раз, два. Получили два икса. Красота. Юля, давай. Оттерна. Попробуем это предотвратить. А вот я пробовала, у меня не получалось. Один раз тоже. Нажала нечаянно двойную порцию, чашка была маленькой. Все, все. Это упущение. Я знаю, как Дима делал из розетки. Можно больше стаканчики. Смотри, есть такая штуковина. Оп. Ну что, давай еще. Сейчас мы сделаем мега популярный напиток. Раф. Ванилина. Сливки. И... Два испайсика. Знаешь, на что похоже? Мороженое крем-брюле. Растопили, подогрели. Для деток. То, что мы сейчас делаем последнее, это американо. Мы просто делаем эспрессо и добавляем туда горячей воды. Кнопочка горячей воды. Ешь ты. Угощайся. Ну что, Алексей, пару слов твоих впечатлений об этой машинке. Машинка очень неплохая. Для дома, для офиса добротная, добротная машинка. Капучинатор. Капучинатор зачет. Капучинатор. Фух, это был обзор кофемашины Saeco Encanto 8912-09 на канале Комфи. И у меня уже, кажется, кофейный передоз. И пойду-ка я сниму еще пять обзоров. Всем бодрости и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok